Ас-саляму алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату. Очень часто возникает вопрос, что же делать, если беда наступила? Как должен поступить мусульманин? На этот вопрос мы ищем ответ в Священном Куране. И в трех аятах Священного Курана есть ответ на этот вопрос. Это три действия, три решения для облегчения нашей беды. В Священном Куране Аллах говорит, «Ауузу билляхи мин аш-шайтанир-раджим» «Валя нудзиқаннахум минал-азабил аднадуна л-азабил акбари ла'аллахум ярджи'ун» Смысл данного аята заключается в том, что Всевышний Аллах говорит, «Я непременно дам вкусить, подвергну наказанию каре в этом мире, прежде вечного мира, для того, чтобы они вернулись», — говорит Аллах. То есть первый шаг мусульманина — это возвращение ко Всевышнему Аллаху. «Ибо нам свойственно забвение, свойственно погрешимость и отдаление от нашего Господа, от нашего Создателя. склоняясь к мирским всяким средствам, своему богатству, своему положению, мы порою отворачиваемся от нашего Господа. И первым нашим шагом должен быть возвращение ко Всевышнему Аллаху, всецелое обращение ко Всевышнему Аллаху, ибо для этого Всевышним посылаются эти беды. Бедам Всевышний Аллах подвергает своих рабов для того, чтобы им напомнить о себе, о своей мощи, о своей силе, напоминая им, вернитесь, вернитесь на мой путь, внемите моим призывам». Возвращение ко Всевышнему Аллаху — это первый шаг. И другой аят Священного Кур'ана нам указывает на следующий шаг. В Суре Аль-Анфаль, в 33-м аяте, Аллах говорит, Аллах не подвергнет их своей каре, когда ты пребываешь среди них, говорит Аллах, обращаясь к Мухаммаду, саллиллаху алейхи васаляму. То есть Мухаммад, саллиллаху алейхи васаляму, должен жить среди нас. В каком смысле? Ученые объясняют данный аят. Пока община мусульман, пока мусульмане изучают жизнь своего пророка, пытаются брать с него пример, обучают, влюбляют, пытаются влюбить в нашего пророка своих детей, пытаются внедрить в свою жизнь его сунну, жить по сунне пророка, салалу асаляму, работать по его сунне, радоваться по его сунне, печалиться по его сунне, то есть целиком и полностью, жить по сунне нашего пророка, салалу алейхи васаляму, Пока ты, Мухаммад, живешь среди них, это второй наш шаг. Возвращение к сунне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Воистину, в нем благополучие. В сунне нашего пророка заключается для нас успех. В первую очередь в этом дуне и в вечной нашей жизни. Следующий шаг, к которому нас призывает Священный Куран, при испытаниях бедами, это мольба о прощении за наши грехи. То, что называется аль-истигфар, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, регулярно совершал, будучи непогрешимым, то есть ежедневно просить у Всевышнего Аллаха словами «асталфируллах», то есть «я прошу у Аллаха прощения за мои грехи». Мольба о прощении за свои грехи, признание своей беспечности перед Создателем. В этом есть ключ спасения от бед. Аллах об этом в Священном Куране говорит в Суре. Вы просите у своего Господа о прощении своих грехов. Воистину Он прощающий. Он снизошлет вам обильные дожди. И усилит вас сыновьями и богатством. Он взрастет для вас плодородные сады. И дарует вам реки пресной воды. То есть этот аят раскрывает всю суть, все благо мольбы о прощении за наши грехи. В истегфаре, в мольбе о прощении за свои грехи заключается успех, заключается благополучие, заключается спасение от бед. Дай Аллах, чтобы сделал Он нас из тех людей, которые выходят из тех бед, которые их настигают, именно таким образом. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok